Я удивлен... Можно, нет? Да. Я удивлен тем, что вы смотрите это видео, а не находитесь здесь, потому что как только мы узнали о том, что в Москве состоится традиционный фестиваль «Споем про лося», я приехал из Казани. Мы собрались, и вот мы здесь. Собственно, как это произошло? Холодным сентябрьским вечером я сушил дома листья для гербария и думал об ушедшей любви, когда мне пришло сообщение от Адамова. В нем было всего два слова – «Тебе пора» и фотография пресс-релиза. «Лосиный остров» приглашает на творческий фестиваль «Споем про лося». Те, кто меня хоть немного знают, понимают, что пройти мимо мероприятия с таким названием я никак не могу. И если на нем есть номинации, а они там были, я обязательно должен победить. Для участия нужно было придумать песню про лося. Я взял гитару и быстро накидал припев. Мне больше нравится петь в группах, поэтому я позвонил Авире. Хочешь поучаствовать в фестивале «Споем про лося»? Сейчас кину видос с песней. А он мне в ответ тоже видос. Йоу, охрененно, я в теме. Я спрашиваю, есть варики по названию коллектива? У меня только плоскостопие и шампунь от обласения. Он отвечает «Лоськ». Ну, лоськ так лоськ. Завтра славливаемся за час до выступления. Это наш первый тур. Дневник группы «Лоськ». Лось, лось, ну как тебя спалось? We don't know where we're going, but we still got love. Авира привел с собой Леху, который, как вы помните, на несколько дней приехал из Казани. Я приехал из Казани. И оказался, во-первых, охренительным гитаристом, а во-вторых, охренительным видеоблогером, который собирает крутые штуки типа настоящего репульсора железного человека. Обязательно зацените. Это, конечно, странно, что человек с четырьмя десятками подписчиков рекламирует человека с двумя сотнями тысяч, а не наоборот, но я уже прорекламировал. Итак, дуэт «Лоськ» собрался в полном составе. Кстати, я теперь не удивляюсь тому, что у меня были проблемы с габаритами на экзамене в ГИБДД. Мы пришли на место, увидели остальных артистов, и напряжение усилилось. Но Леха оказался охренительным психологом. Не, ну мы сделаем это, ребята? Да! Ты волнуешься? Подписались, так подписались. Лось, так лось. Перед конкурсной программой на разогреве выступил ансамбль «Поверье». Какие ж песни существуют про лося? Споем сначала песню, в которой в конце, в окончании как раз лося. Занима лося, выкота лося. И мы спели. Я во сне приснился. Приснился! Потом поиграли на ложках. Лёха оказался еще и охренительным лошкарем. Потом спели еще раз. Дуэт лоськ и ансамбль «Поверье» песня «Мы пойдем с лосем». Только я и лос, только мы вдвоем. Погулять с лосем мы вместе идем. Только я и лос. Потом потанцевали. Опять спели. Я и стала плохо! Не разогнуться, пусть не пояснецут. Пульсом бьет, бьет, бьет. Радиколит. Пульсом бьет, бит. Сезон танцев закрыт. Радиколит. И начались конкурсные выступления. Знаю, что мы победим. Есть уверенность какая-то. Я хотел бы сказать спасибо моей бабушке и маме, которые заставляли меня ходить в музыкалку, когда я хотел играть в Лего. Спасибо. Теперь он с нами дает лось. Мы открывали. Написали ее в ночи, поэтому читаем. Всем известно давно, с незапамятных дней Вместе проще намного живется. Косяками рыбы блуждают на дне, Птицы в стае плетают под солнцем. Но в глубоких лесах, у подножия гор, Встретить сможешь ты одиночку. Постоянно один топчет почву, Постоянно один днем и ночью. Лось, лось, ну как тебе спалось? Лось, живешь совсем в рось, А социальный лось, 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 давай-ка это брось, Я вижу боль твою насквозь, Ведь я такой же лось. А мы же можем вдвоем с тобою жить, Совсем иначе будем резвиться под дождем, Искать, где белки шишки прячут, Называть нас станут звери, коза, ностры, солонцов. Будем криком из кустов пугать растяб грибников, Мы закатим вечеринки, каких не видела тайга. Ну а если станет скучно, сбросим нафиг мы рога, И с тобой кору гладать, будем вместе мы всю зиму. Послушай, хорош, не будь таким нелосимым, Это типа нелюдимым, но нелосимым. Лось, лось, ну как тебе спалось? Живешь совсем и в рост, А социальный лось? Лось, лось, давай-ка это брось, Я вижу боль твою насквозь, Ведь я такой же лось. И теперь все вместе, ребята. Лось, лось, ну как тебе спалось? Я вижу больше, что тебе брось, А социальный лось. Лось, лось, давай-ка это брось, Я вижу боль твою насквозь, Ведь я такой же лось. А вот и наши соперники. Это твоя сцена, Вика. Давай, Вика. Разнеси вам Вику. Давай, громко. Давай, локоморье. Ну, говори. Вика застеснялась. Антоний и Николай прочитали стих. Мне показалось, где-то лось шуршал лес твой, И захотелось мне сфотографировать его, Но не пришлось. И вдруг открылось мне, Что все приснилось. Илья спел песню. Как медленно плывет, Расталкивая лед, Последний взрослый лось по ангаре. Как медленно плывет, Расталкивая лед, Последний взрослый лось по ангаре. Все. Пока жюри делало свой выбор, Мы попели старые добрые походные песни под гитару. Но я играю эту роль, Как две сестры любовь и любовь. Живут во мне необъяснимо. Сики парень. Тебе и небо по плечу, А я свободы не хочу. Не оставляй меня, любимый. Итак, кто же возьмет приз За авторство песни про лося? Вика? Антони и Николай? Илья? Или дуэт лоськ? Победитель будет только один. Награждается дуэт лоськ За авторство песни про лося. Победа! А также у нас граждается Алексей Куркан За оптимизм и находчивость. Еще одна победа! Ну что, ребята, Если у вас не тонка кишка, Увидимся на следующем традиционном фестивале. Это успех, ребята. Споем про лося. Про лося. Если слово над миром глянет гром... Я тоже есть на ролике, да? 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 Хе-хе-хе-хе